Я уже почти готова, а вы все никак. Сато, хватит деньги считать. Босса-босса, давай, босса-босса. Мы уже готовы, уже принцессы королевны идем. На прогулку никак их не соберуешь. Искупалась, накрасилась, и все, не с места. Собрали такой теплый. Интересно, мне будет тепло только в моей бриеновской жилетке. Как вы думаете, что все собралось? Как вы думаете, будет ли мне тепло в жилетке? Где? Где? Я спрашиваю. Хер найдешь. Они тут все... Не прокрашены, что ли? Они тут все одинаковые. Какой найти мне? Отделение в каком? Бровь. Дугой? Дугой бровь-то? Дугой. Но надо подчеркнуть красоту дуги. Глаза красные после душ. Собираю их уже в час. И никто не с места. Вот пока я выйду вот туда, вот, во двор, и буду стоять 20 минут ждать, Вот тогда человек будет собираться. Я тут вчера даже трубку бросила. Ну, у нас по-разному идет воспитание-то. Тут как? В округе нельзя создавать беспокойство. А семья-то... Она потерпит, семья. Звонит. Но еще не пришел домой. Как дела, муж? Говорит, как дела? Я говорю, это... Да иска что-то 37,2. Не повела его в бассейн. Знаете, какой вопрос? Ты звонила в бассейн? Предупреждала? Но у меня сразу взрыв мозга. Знаете, какой я хотела услышать вопрос? Как там и сами? Какие симптомы? Ну, первый вопрос от мужа. Звонила ли я, предупреждала ли я в бассейне, что Иса не придет? То есть вы понимаете, что не предупредить, не создавать никаких и таких этих... Ну, и у меня проснулась овчарка. Я говорю, спроси сначала, как он себя чувствует. Потом узнавай. Как бассейн? Звонила ли я или нет? Или забыла? Ну, забывай иногда. И все, бросила трубку. Вот так иногда разговариваем. Ну, что ж теперь. Надо вам рассказывать житье Майота. У всех свои взгляды на жизнь. Вот здесь или смириться и жить дальше. Что прежде всего не о тебе будут беспокоиться, а о том, кто живет снаружи. Соседи, коллеги, друзья. А ты уже там будешь подальше. И то иногда не спросят. А что не спрашиваешь, скажешь ты. А если ты захочешь сама сказать, ты сама и ответишь. Сама и расскажешь. А в Японии не принято спрашивать. Может, я тебе создам неудобства. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, как для меня. Какой я выход нашла. Кидаться овчаркой нехорошо. Но и сразу не спрашивайте о состоянии сына. Тоже нехорошо. И как для себя я иногда... Сейчас докрашу глаз. Потому что это межресничное, понимаете, пространство, при котором нельзя разговаривать, а только немножко приоткрыть рот и краситься. Сейчас межресничное закончится. Все, закончилось межресничное. Сейчас ищу дугой. Погодите. Дуга нужна. Дуга что-то уже не делается. То ли ресниц нет, то ли дуга сломалась. Так, ну что, под меха? Нужна какая-то беж. Ну, так как мы старые, нужно припудриваться немного бежью. Беж уже закончилась. Где мои кисти вообще? Что же я как лох? У меня же есть кисти. А я пальцем все растираю. Ну, тут уже нет бежи, да? Нету. Нету этого, нет того. Сейчас другой посмотрим. Оттенок серого. Это румяна. Это румяна. Да что ж такое? Тут вечно копать. Ну да. Сейчас добавим мы немножко. Так как и старость, я так думаю, надо немножко развины такой, какой-то молодости. Хотя, по рассказам моей близкой-близкой, родни, вот мы считаем себя старенькими. Мы уже сорок три. А в других странах с шестидесяти начинается флирт. И начинается настоящая такая, знаете, игра молодости. Только жизнь начинается. Люди учились. Люди работали, как мне говорят. А теперь они вышли на пенсию. Они могут зайти в ресторанчик. Чашечка кофе. И флирты, и флирты, и флирты. Здесь же, как в России, О, двадцать пять уже замуж не выйдешь. Уже всё, почти уже всё. В европейских странах возраст не важен. Мужики под сорок лет не бегают за двадцатилетними. Мужики ищут себе сверстниц. А может, и постарше. Ну, я там не жила. Я только слушаю рассказы. Я могу рассказать, что здесь. Здесь флирта нет. Не было, и, похоже, ещё лет сто не будет. Ни одного флиртоза. Скажу я вам. Ни одного. Понимаете? Хотя... Стрелочки-то наводим! Я очень открыта в плане разговоров. Я могу запросто там мужу сказать, что, ой, какой симпотный мужик пошёл. Реакция совершенно нормальная, адекватная. Так же и он может... Ну, это сейчас тоже всё. Там мама, старость. А раньше заходим куда-нибудь в кафе. Там он к своим друзьям. И начинает флиртоз со знакомыми. Сидишь, глядишь. Ай! Жизнь одна. Ну, господи. Ну, пускай пофлиртует. Боже ты мой! Жалко, что ли! От драгоценностей не уходят. А если... Мужик изменил? Хотя я не знаю, не была я в такой ситуации. Где моя контур тени? Нету. Ну, ладно. Будем наводить этот контур. А если мужик изменил? Ну, как по мне. Первый вопрос к себе. К любимой. А что я сделала не так? Может, я жирная? Может, я не училась и не интересная как собеседник? Контур, как вам? Что, похудею выглядит. Неинтересная как собеседник? Так, еще вот тут подделать контур. Папа, ну ты как, любишь меня или нет? Папа, выйди иди, скажи. Ты как раз в красноте и ты должен ярко речь сказать, любишь или нет. Папа, а ты понимаешь, что такое флирт? Флирт, флирт. Флирт? Пошел процесс. Процесс-то выразилась у меня худоба. вот сато сан смотри мать у тебя красивая как тебе уведут мощи доробу дар это суру досуру нет сюда выходи выходи сюда сюда выходи пошел я рис ворует мать твою шо будешь делать такой красоту без бару без подбородочную мососаврос будьте мососаврос а тут отбили старость семенки переодевайся одежду по пьёвку сага что сём они старость надо отбелять ой она мазурилась ой штукатурюс но вдруг встречу мадонну там же вы знаете у мадонны испанские корни ну кто понял то поймет что там горячие кровь мадонна и лишь коснусь тебя рукой и тут же вижу образ твой мадонна смеху я очки а щечки надо припудрить так вниз а вот 43 а внизу так не особо до морщинки но это то что муж пухло глаза зеленцой может немножко зеленцы главное в нашем на губы чё красить губы то все равно маска никакой мадонны заложение за три витязь можно лишь к смерти Продолжение следует... 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 Продолжение следует...